В то время, когда на Кубе ересиарх Кирилл лобызался с Папой Римским, в это же время, то есть не в этот же день, а в это же время, ересиарх Константинопольский Вселенский в Арфоломее, это истый ересиарх, уже Вселенский патриарх, это патриарх, можно сказать, космический. И так вот патриарх Вселенский отправился в Соединенные Штаты Америки, когда он прибыл в Нью-Йорк, он направился в главную синагогу Нью-Йорка, он пошел в собрание нечестивых. Вот если клирик посещает собрание нечестивых, то согласно правилам святых соборов, он извергается и сам. Но это мало того, что он посетил синагогу, он там отстоял службу, ему предоставили слово. Он комплиментарно говорил в отношении евреев, в том же духе евреи наши, так сказать, старшие братья, вот в таком комплиментарном духе даже говорил. Но этого мало. Из синагоги патриарх Константинопольский, он же Ересиарх Константинопольский и Вселенский отправился, вот внимание, внимание, к предстоятелю Церкви Сатаны, к Мухтару Кенту. И вот так его зовут, Мухтар Кент, предстоятель Церкви Сатаны, которая организована в 1962 году небезызвестным сатанистам. Так вот, Мухтар Кент возглавляет компанию Кока-Кола и спонсирует Церковь Сатаны. Вот, в это же время, в это же время Бер Лазарь, который вернулся с очередного еврейского конгресса, широковещательно заявил, и это широковещательно, не просто своим лапсердашником, но ушком, а широковещательно заявил о том, что миру уже явлен в ушах. Ну, это мессия, иудейский мессия, еврейский, а в православном понимании это антихрист. Так он уже материализовался, об этом заявил Бер Лазарь. Вот свидетельства этих персонажей, как Ересиарха Варфоломея, это вот Папа Римского, еще здесь будет он упомянут не случайно, мы не можем проходить мимо этих свидетельств, мы как-то должны фиксировать хотя бы в своем сознании. И так уже вот, собственно, вот эта библейская фантастика, да, она уже материализуется. Вот когда мы читаем Библию, да, для нас это, как мы и тоже прочитаны, это было давно и неправда, да. Вот читаем, ну, мы Библию читаем, мы читаем Тору, мы все знаем, да, Пятикнижья и Моисеева. А когда мы обращаемся к апокалипсису, вот то, что там описано, вот оно уже материализуется в наше время, именно вот в нашем 2016 году. Вот эти все события произошли летом, летом этого года. Ну, еще когда мы можем присовокупить, что вот Папа Римский во время празднования католического Рождества, опять же, в 2016 году заявил, что следующего католического Рождества, как праздника, может не быть. Ну, если у него, видимо, были основания вот так говорить. Вот я предлагаю вам принять это к сведению, ну, вот этот материал, который, видимо, там страничку займет, одну полосу или полторы, вот я готов опубликовать. Вот в отношении этих сюжетов, которые вот сейчас уже материализуются. Сюжеты библейской фантастики начинают реализовываться прямо на наших глазах. И почему важен вот этот конфессиональный аспект? Потому что, вот, видимо, те предстоящие геополитические такие разломы, разломы пройдут именно по конфессиональным меридианам. А вот то, к чему мы готовимся, к общественно-политическим потрясениям. Вот они, эти общественно-политические потрясения, явятся всего лишь следствием вот этих конфессиональных разломов. И в подтверждении вот этого очень важного тезиса я вам скажу, ну, от Айятала Хамени, да, от Айяталы Хамени и до теперешних событий, вот, скажем, сирийских событий и событий на Ближнем Востоке, все те годы, которые прошли, можно перечитать по пальцам, можно перечитать по пальцам. Но вот этот воинственный ислам, радикальный ислам, он переформатировал весь исламский мир. И сейчас угрожает миру христианскому. Вот почему нам нужно особое, ну, особое внимание, вот так скажу, обратить пристально внимание на вот эти события, носящие такой профессиональный, в высшей степени просто неожиданный для всех нас характер. Мы-то думали, что это будет где-то далеко там, может быть, в третьем тысячелетии. А это происходит на наших глазах и вот в наше время. И вот те события в Сирии, вот я сейчас позволю себе наметить немножко Сирию и о русской национальной идее. Чуть-чуть и все. Так вот, в Сирии, да, в Сирии, где происходят вот события, которые вы все прекрасно знаете. Я не берусь брать на себя роль какого-то, значит, аналитика, политаналитика и все прочее. Я просто буду ссылаться на определенные, так будем говорить, авторитеты. Вот что говорит в отношении этих событий в Сирии некий такой персонаж Яков Кэдми. Яков Кэдми – это человек, который долгое время жил в России, потом эмигрировал в Израиль и оказался настолько ценным кадром для Израиля, для израильтян, что его назначили возглавлять разведывательную службу «Натив». Называется «Натив». Значит, этот человек располагает определенной инсайдовской информацией, которую он, конечно, все не выкладывает, но с тем, чтобы как-то весомо прозвучать в эфире, он прибегает к тому, что приоткрывает, так сказать, завесу над происходящими событиями. Вот что он говорит о Сирии. Он, правда, говорит и о Грузии, и говорит о Украине в связи с теми событиями, которые там происходят. Вот что говорит наш, так сказать, злейший, так сказать, друг Яков Кэдми, который возглавляет, он возглавлял разведывательную службу «Натив». И к его мнению тоже нужно прислушаться. Он говорит, что те события в Сирии характеризуют Россию. Он даже нигде не упоминает Путина, нигде не упоминает. Он говорит только о России. Этими своими участиями, у нас есть противники тех вот событий, надо вывести войска и все. Вот он говорит следующее. Событиями в Сирии Россия сказала всему миру, что больше не будет ни Ливии, ни Югославии, ни Ирака. То есть не будет тех событий, которые там произошли, когда Зверский был убит в Каддафе, когда был повешен Хусейн с Адам и был убит в Гааге Милошевич. Таких событий больше не будет. И Россия сказала всему миру, что Асад будет сидеть там столько, сколько понадобится России, а не Вашингтонскому обкому. Это очень существенный, переломный момент. Я говорю, что Кэдри говорит, все эти события, так сказать, освещал, используя только слово «Россия». Нигде Путин не был упомянут. Нам нужно Путина отделять от России. Теперь, что говорит по поводу, опять же, Сирии, такой, опять же, так сказать, правдоруг, будем его там называть, да и русофил, конечно, в кавычках, как сатановский. Вот я Ваше внимание обращаю не на свои изыски здесь, это не мои изыски. Я ссылаюсь на те авторитеты, свидетельства которых мы не должны игнорировать. Если мы занимаемся политикой, пусть даже на маргинальном уровне, но, тем не менее, мы должны учитывать свидетельства вот таких авторитетов, как Сатановский или Яков Кэдри. Сатановский, которого возглавляет Институт стран Ближнего Востока, он говорит буквально следующее, что те события, которые сейчас происходят в Сирии, произойдут в России, если не будут приняты те меры, которые сейчас предпринимаются, опять же, Россией и Сирией. И Сатановский называет два региона в России. То есть вот эти расстрелы детей, которые идут в Сирии, вот эти зверские убийства, он называет два региона. Первый регион Паволжье, говорит Сатановский. И второй регион называется. Вот обычно, когда я в аудитории небольшой выступаю, я спрашиваю с трех раз догадайтесь, какой второй регион назвал Сатановский. Ну кто-то говорит Кавказ, так на Кавказе уже давно это тоже идет. Второй регион, который я назвал, Москва. Паволжье и Москва. Опять же, свидетельствами вот этого, значит, русофила закавыченного нам нельзя пренебрегать. Итак, еще его сотрудники, одна сотрудница называет два региона, она назвала это Нахичеван и Аджарию, где уже находятся, как она сказала, боевики ИГИЛ. И когда вот эти события будут разворачиваться уже по Волге, не дай Бог, конечно, этому нужно противостоять, то заниматься геноцидом русских, добивать русских будут, конечно, не арабы из Мекки или Медины, а вот эта публика, те вот салафиты, которые населяют по Волжье, там вот это вот будет приведено в действие, конечно же, мусульманское подполье. А здесь, видимо, в Москве этим будут заниматься те дворники таджики и всякие там избеки, которые вот отираются здесь и подметают наши дворы. Скажет муфти, они будут это делать. Субтитры подогнал «Симон»